Ну, получается, каждое утро вот я набираю воду. Сначала только в банку, чтобы на глаз посмотреть, есть ли осадок. И емкости на окно. Час-два и песок оседает на дно. Только тогда эту воду можно пить и готовить еду. По такой схеме Елена с семьей живет который месяц. Приготовили окрошку, было мероприятие у нас дома, позвали гостей. И взяли просто, едим окрошку, а там скрежет на зубах песок просто. Вот, и мы стали, после этого мы стали обращать внимание, у нас вода идет с песком. Причем песок льется и с холодной, и с горячей водой. Сантехники сначала разводят гаечные ключи, а потом и руки. Это ладно, горячее, то есть один раз вообще набралась с песком один песок. И там не просто песок, я просто не смогла слить ванну, я просто это учерпывала песком прям, ну, ведерочко там где-то, ну, пол ведра, пяти литровый где-то так было. Все, после этого, получается, он там почистил, я говорю, какая-то проблема. Он говорит, ремонт. Ремонт здесь был в августе месяце, с августа, вот сейчас где-то закончили. А мы приехали, получается, еще до лета. То есть вода была такая регулярная. Эти плоскогубцы – необходимый инструмент в ванной комнате, где стиральная машина. Ведь после каждой стирки шланг надо открутить и почистить фильтр. В туалете даже ершиком пользоваться не приходится, шутят женщины. Здесь же и трубы. Этот вентиль сантехники неоднократно снимали и прочищали. Вода с песком льется не только в этой квартире. Елена успела познакомиться уже со всеми соседями. Да, они подтверждают, проблема такая же есть. Более того, даже в магазине на первом этаже владельцы говорят, вода у них льется с песком. Звоним в водоканал, чтобы выяснить, в чем проблема. Водопроводные сети, ряда домов по проспекту Космический, в том числе дом по адресу проспекту Космический, 18, а корпус 1, находятся на балансе застройщика ГК «Стройбетон». Омский водоканал данной коммуникации не обслуживает и может гарантировать качество воды на границе эксплуатационной ответственности с сетями ГК «Стройбетон». Иными словами, до места врезки данных водопроводных сетей водовод предприятия. При этом на качество воды может оказывать значительное влияние состояние внутридомовых сетей. Сотрудники предприятия неоднократно выезжали для отбора проб воды по заявкам жителей, а в марте этого года бригада Омского водоканала проводила профилактическую промывку коммуникаций. Лабораторный анализ проб, отобранных на границе ответственности, не показал отклонения от требований СанПИН. В свою очередь специалисты водоканала выходили с предложением провести промывку внутридомовых сетей на безвозмездной основе, но руководство ГК «Стройбетон» от данной услуги отказалось. Для выявления причин снижения качества воды в данных домах Омский водоканал готов провести комиссионное обследование совместно с управляющей компанией. Поэтому сейчас дело за управляющей компанией. Сегодня же Елена собралась в магазин за фильтром, чтобы хотя бы питьевая вода не хрустела на зубах. Денис Свонас, Андрей Кузьмин, Антенна 7.